Откровенно говоря, давно президент Беларуси в таком формате не общался с журналистами. Вопросов накопилось немало, и все же первый прозвучал от самого Александра Лукашенко. Ну, ваша оценка. Впечатляет, да мурашек. Впечатления от обновленного музея, от церемоний, атмосфера самой Хатыни у присутствующих вызывали схожие эмоции. Впрочем, как и происходящее сегодня за пределами и даже внутри Беларуси. Попытка теракта в мочулищах, ликвидация преступников Гродно. К такому привыкших жить в мире и спокойствии беларусов жизнь явно не готовила. Мы привыкли, что за нашу безопасность отвечают специально обученные люди. Чего, к счастью, не скажешь о самих силовиках. Но, похоже, настало время чуть разделить ответственность. Отсюда вопрос. Вчера у вас был очень такой серьезный предметный разговор с силовиками. Если резюмировать, вот из всех этих событий, какой вы вывод сделали лично для себя? Я уже давно этот вывод сделал, пытаюсь до вас достучаться. Журналисты меня поняли. По крайней мере, здесь стоящие, которых я хорошо знаю, которые со мной протопали больше двух десятков лет по этим дорогам. Ни в коем случае ни нам, ни россиянам нельзя расслабляться. Не дай бог, ситуация пошатнется в какую-то сторону. Западники это используют мгновенно против нас. Когда была попытка в Мочулищах, тракта на аэродроме, вы просто не представляете, как работали спецслужбы. Тысячи людей были подмяты. Тысячи. Там был такой разнос. За пять дней вычислили и нашли. Но я к чему? Отдельные люди нам подсказывали что-то. Видели человека, видели такого цвета автомобиля. Мы начинали по следу идти, искали, искали. Но этого недостаточно. Не потому, что люди скрывали. А люди просто спокойно, беспечно живут. А сейчас надо видеть все, что происходит. Я не говорю там о шестерках, о том, что там надо кого-то накапать, на кого-то заложить, как у нас в народе говорят, оболгать. Нет. Надо быть очень аккуратными. Но разве этот человек, который даже париком и грымом не умеет пользоваться, нос какой-то там зацепил. А может специально так пользовался, грымом, париками этими. Но люди нас информировали. На этот случай информировали. Кроме этих мерзавцев, которые на квартиру их взяли. Они сейчас там сидят за стенках, мы с ними работаем. Это жуткие бочебешники. Почему так получается, что все террористы оседают в этих квартирах? И они ни при чем, они ничего не знают. Поэтому вот для людей сигнал такой, прежде чем что-то делать, прежде чем квартиру отдать кому-то и прочее, вы присмотритесь, поговорите и проинформируйтесь, что к вам пришли квартиру снять. Очень важно сейчас вот это единство спецслужб, силового блока и нашего народа. Тогда нам будет легче. Но это же только начало. Еще продолжается ряд операций на территории Белоруссии. Они уже ответить ничем не могут. Ну, знаете, арестовали там пятеро украинцев и трех белорусов. И чудеса, от чудеса на Россию работают. Украинцы и белорусы и прочее. Но никто ничего не доказывает. Никто ничего не показывает. Что же это за люди, которые работали на Россию? Шпионами объявили. Все просто они. Хотят обменять. Поэтому хватает людей, чтобы предложить России или Белоруссии обмен на кого-то. Уже предлагают. Тоже о шантаже со стороны далеких партнеров, но уже другого характера. Александр Лукашенко, не скрывая озабоченности, спросил журналист российского телеканала «Звезда». Власти Великобритании недавно объявили о намерении поставить Украине боеприпасы с обедненным ураном. Скажите, пожалуйста. Скажу. А Россия поставит нам боеприпасы с настоящим ураном. Если они безумцы, то они вот этому процессу дадут толчок. Вот самое страшное и самое опасное. Поэтому от безумства надо немножко уходить в сторону. И потом, как только эти боеприпасы взорвутся на позициях войск России, вы увидите, ответ будет страшный. Для всей планеты уроком будет. Адепты и главные надзиратели за распространением демократии в мире, уже не стесняясь и даже не особо маскируясь, высказывают свои планы относительно Белоруссии и России. Кажется, уже перешли все дипломатические красные линии. И не только их. У них есть вообще тормоза, если так по-простому? Нет. Тормозов нет. Вы же, кроме урана, вы же помните заявление этого безумного посла, заявил о том, что если они проиграют или будут проигрывать в Украине, то они будут воевать. Поляки. И вы не думайте, что это поляки. Нет. Там сели американцы. Там никакого суверенитета, независимости нет. То, что скажут американцы, то и делают. Никаких там выборов, ничего нет. Поляки не глупые люди. Не глупые. Ну, кто их слушает? И там такая тоталитарная страна, что дальше некуда. И вот он брякнул. Мы будем воевать против России. Ну, читай, сразу с нас начнут. Что должны делать мы? Вот я еще раз говорю, первый вопрос, который мы обсудим с Путиным, как мы их должны поставить на месте. Хотя я Владимиру Владимировичу давно говорил. Запомню, Украина, это, знаете, если бы ума было побольше, давно бы все закончило. В конце концов, это наши люди в основном. Мы понимаем их, они нас понимают. Я говорю, вот там, особенно Польша, гиена Европы. Эти литовцы, они же с поляками тоже друг друга ненавидят. Знаете, почему? Ну, вот объединили американцы их. И вот этот поезд создался. Они готовятся против нас воевать. Ну, пусть попробуют. Но нам надо свое смотреть. Белорусам и россиянам. Чтобы наши люди, не дай бог, как в 41-м не погибли, как тогда, все умиротворяли фашистов. Умиротворили, что под Москвой были через несколько месяцев. Поэтому из-за этого надо делать соответствующие выводы. Это мерзкие люди. У них памяти нет. Вы видите, какие там политики. Ужасно. Ну, а у некоторых военных руки чешутся. Хотя военные, вот, допустим, в Украине я это вижу, это люди с головой. Но пока их никто не слушает. Думаю, услышат. Александр Лукашенко при любых конфликтах выступает за мирное урегулирование. Сейчас к нему добавились чуть более тихие, но не менее весомые голоса, главы КНР и России, благие намерения и инициативы. Но тех, у кого другие интересы, они не интересуют. Западные СМИ непрерывно следили за визитами Александра Лукашенко в Пекин и Тегеран, после за визитом Сидиньпина в Москву, окрашивая их исключительно в мрачные тона. Почему вот такой негатив? Ведь мы укрепляем дружественные связи с этими странами. Но в то же время, наверное, это говорит о том, что мы движемся в правильном направлении. Перед нами захлопнули дверь. Ну, часто с Путиным обсуждаем этот вопрос. Ну, чего в эту дверь ломиться? Они к нам придут. Они тихонько из-под плинтуса вылазят, заходят, торгуем и прочее. Европа уже предъявляет претензии Америки, что подталкивая их, американцы, очень хорошо торгуют с россиянами там и так далее. Это бизнес и это паршивые политики на Западе, которые создают эту ситуацию одной рукой, а другой рукой пытаются там как-то по-мошеннически с нами не только разговаривать, но и торговать, развивать экономику. Поэтому идем туда, если уж откровенно, где нас ждут. Мы делаем правильно, но и они поняли, что они сделали неправильно. Почему взвыли? Вот обратите внимание, мой старый визави, Болтон, который у меня был в гостях, заявил. Но, моими словами, и Помпео, и Болтон записали, что я им сказал тогда. А я сказал дословно. Вы что, обезумели вообще? Передайте своему президенту, тогда был Трамп, что ничего лучшего для нас, для России, для Китая они не сделали. Как объединив нас воедино. Вы нас просто объединяете. А против этого фронта они не выстоят. Болтон это сегодня повторил. Поэтому они бесятся, они поняли, что они сделали все, чтобы объединить мощную, ресурсную, космическую, ядерную державу, которой является Россия, и такую же мощную, человеческим ресурсом, ядерную страну, устремленную в будущее, и уже, считайте, первую страну, Китай. К слову, наша многолетняя работа на разных рынках, десятилетия назад считавшихся неперспективными, сегодня дает свои плоды. Глава государства просит сделать экономический прогноз. Он обещает, хуже не станет. И в чем видите наши перспективы, например, довольны ли недавним разговором по микроэлектронике? Они ни в чем не отстали. Ну вот говорят, Путин мне говорит, ты знаешь, вот 7 нанометров и прочее. Я тоже так думаю, ну надо 7 нанометров, у нас там сотни, чуть больше этих нанометров. То есть мы отстали. И вот я когда по электронике мы разговаривали, позвонил ему вечером, говорю, хочу тебе сообщить пренеприятнейшую вещь, которая разочаровывает тебя, а меня полдня раньше разочаровала. У нас есть все для того, чтобы летали самолеты, передвигались танки и в космос запускать ракеты. Молчит. Ты о чем? Я говорю, я про микроэлектронику. Вы знаете, и говорю ему, ну так по-простому, ну если мы сегодня телефон этот айфон не произведем, нет у нас этих нанометров 7, ну хорошо, мы его купим. Но чтобы трактора, электромобили, мотоциклы и прочие-прочие, автомобили, ракеты и боевая техника, и самолеты передвигались у нас и все. Он говорит, да, я говорю, да. Но сейчас мы выделили средства, белорусско-российские, больше Россия кредит нам предоставила, мы вкладываем в это. Как он сказал, ну все равно, говорит, давай будем двигаться к лучшему, я говорю, я согласен. Поэтому ничего страшного, может быть и хорошо, что они ввели эти санкции. Мы теперь будем заниматься собой. Мы не будем рассчитывать, что там, как Россия, газ, нефть продали, миллиарды долларов получили и обратно им отдали за всякие безделушки. Мы сами эти безделушки будем создавать и делать в России и в Беларуси. Такие у нас планы. Но абсолютно точно, может, несколько преувеличиваем, особенно в России, она большая, но абсолютно точно то, что мы не рухнули. Вы это чувствуете? Да, по-разному живут люди. Я говорю, и Россия большая, мы тут компактнее. По-разному живут люди. Но мы не рухнули. И не рухнем. Не было бы счастья, хотя, конечно, неправда и будет сказать, что прям все безоблачно. Но главного экономического упадка, который так нужен был оппонентам белорусской власти, не добились. Не получилось устроить голодный бунт в Беларуси. А впереди электоральные кампании. Значит, будут новые попытки. В этот раз ставки явно поднимут. И в ближайшем зарубежье беглые их хозяева уже готовят почву людей к тому, чтобы попытаться пошатнуть главную нашу ценность и козыри, если хотите. Мир на белорусской земле. Никогда в нашей истории прежде не было столько желающих спровоцировать белорусов взять оружие в руки. Так сделало ли наше общество выводы после 2020-го? Готовы ли к новым политическим этапам? Если голову будем в руках держать, будет все нормально. В 24-м году, февраль, да? Февраль месяц, это парламентские выборы, всех советов выборы. Единый день. Да, единый день голосования. Через некоторое время мы переходим к выбору делегатов на Всебелорусское народное собрание. Ну и как обычно, через некоторое время мы переходим в президентскую кампанию. Поэтому мы готовимся с точки зрения обеспечения безопасности для людей. А остальное, пожалуйста, вы решайте. Как всегда, решать будет народ. Если вы решите, что нужна вам другая жизнь, Господь с вами. Попробуйте. Белорусы слишком хорошо живут. Это в народе говорят. Мы слишком хорошо живем, поэтому обнаглением начинаем от Лукашенко требовать неизвестно что. А я всегда вам говорю, прежде чем меня обвинять или власть, встаньте перед зеркалом, посмотрите на себя в зеркало. Сделайте выводы. Подавляющее большинство сделают правильные выводы. А потом уже требуете с власти, требуете с меня. Поэтому многие говорят, что белорусы немножко, особенно украинцы, да и россиянинам, немножко шалят, прибурели немножко, не знают худшей жизни. Вот они и начинают. Все эти кампании пройдут впервые после принятия изменений в основной закон государства. В прошлом году мы проголосовали за. А реализовали ли прописанное? Одной из основных задач обновленной конституции было перераспределение полномочий. Как считаете, преуспели мы в этом? Ну, вам легче стало? Вот ты не дави на больные места перераспределения полномочий. Я уже так по-человечески думал, ну, знаешь, полномочий, ну, там президент, там президент сам. Я думаю, сейчас перераспределим полномочия, будет полегче. И как-то вот начало года я что-то не заметил, что это легче. Но это, наверное, инерция. Я думаю, что это время надо, чтобы полномочия, которые кто-то дополнительно получил, правительство, парламентарии, там губернаторы на местах вертикальной власти, надо время, чтобы они их начали реализовывать, начали жить по конституции и по закону. Может быть, тогда и президенту будет полегче. И не только мне, но и... Ну, другой президент точно уже учтет мои ошибки и недостатки. Поэтому, да, полномочия перераспределили, но пока... Ну, опять же, ну, это люди. У нас, в России, да, и в Украине. Мы славяне, мы привыкли смотреть наверх. А как там лидер скажет? Вот он скажет, мы сделаем. Ну, это наше. А мы вот народ такой коллективный, соборный. От этого никуда не деться. Как бы ты полномочия эти не перераспределял. Но в нашем белорусском характере и умение мобилизовываться в сложные времена, и решения принимать мы умеем, согласитесь. Иначе не пережили бы белорусы хатынь, не сохранили бы память и себя. Алена Сырова, Александр Бутрим, телекомпания СТВ. Алена Сырова, Александр Бутрим, телекомпания СТВ. Алена Сырова, Александр Бутрим, телекомпания СТВ.